Основная задача форума – объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры. Все эти вопросы рассматривали на примере Сочи, где масса проектов реализовывалась в том числе за счет частных инвестиций. Государственно-частное партнерство – это то, на что регионы сегодня должны делать с основной ставкой, уверены участники форума. На эти цели, к примеру, Министерство спорта выделяет 300 миллионов в год. За финансами инвесторам рекомендуют обращаться к региональным властям. В Краснодарском крае спорт и туризм развивают и в рамках национальных проектов. Для новых точек роста появляются новые направления. Это не только деловой и событийный туризм, но и гастрономический, и модный эно-гастрономический. Осваиваются и новые территории. Что касается действующей ситуации, то Краснодарский край заявился в новую программу, под программу Министерства экономического развития на соискание дополнительных средств на сопровождающую инфраструктуру. Мы заявились с тремя кластерами, которые расположены на территории Краснодарского края. И рассчитываем на то, что на будущие три года получим финансированные те проекты, с которыми мы туда заходим. Объем тех средств, которые мы хотим, он превышает 3 миллиарда рублей на ближайшие 5 лет. А что касается кластеров, это кластер Абраутриша, который находится у нас в Анапе-Новороссийске, в этих двух муниципальных образованиях. Это кластер Тамань-Веселовка в Темрюкском районе. И еще один кластер в Туапсинском районе изумрудный мир. Что касается точек роста в туристической отрасли, то здесь свои инициативы озвучили депутаты Госдумы. Речь о программе корпоративного оздоровления. В законодательство депутаты планируют внести поправки, которые позволят работодателю отправлять сотрудников на оздоровление, минуя туроператоров. Речь идет об отдыхе, не выезжая из региона. В этом случае города одного региона могут стать круглогодичными курортами и получить новую нишу туристов. Те, кто хочет отдохнуть и поправить свое здоровье, не тратясь сильно на дорогу. Зашла речь на экономическом форуме регионов и о введении электронных путевок. Когда мы поймем, что электронная путевка отработана, тогда мы планируем вводить в законодательство такие предложения, вносить о том, чтобы сделать ее обязательно. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас каждый год, почти каждый год, к сожалению, происходит банкротство туроператоров. Это происходит, как правило, из-за не совсем прозрачного, не всегда грамотной организации вот этого процесса туроператорами. Из-за этого страдают люди. Электронная путевка позволит туристам отслеживать свои платежи, сделает рынок более прозрачным и поможет учитывать туристические потоки и многое другое. Поэтому все необходимое будем делать для того, чтобы как можно быстрее электронная путевка была введена и стала обязательной для всех туроператоров. Руководство Краснодарского края решило вывести форум «Точка роста» на более высокий уровень, чтобы не только обсуждать острые вопросы отраслей, но и вносить корректировки в законодательство. Большое количество мероприятий сегодня проводится здесь, в Краснодарском крае, на наших возможностях. Сегодня Краснодарский край становится всесезонным курортом. И, откровенно говоря, Сочи сегодня уже стал всесезонным, стал главной столицей зимнего туризма. Это для нас принципиально важно, потому что, когда есть возможность у наших граждан здесь, на территории Российской Федерации, круглогодично находить для себя по своим желаниям, по своим предпочтениям находить себе места и виды отдыха, ну, конечно, мы будем в это еще сильнее дальше вкладываться. Еще два дня эксперты будут консультировать всех желающих по возможностям развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.